Всем привет! Привет из Одессы! Это наша семья. Меня зовут Светлана. А это мой муж Алексей. Это мои дети Никита и Ангелина. Сегодня мы хотим рассказать о наших родителях, моих родителях, их бабушке, дедушке, о том, что они умеют делать хорошо. Я хочу рассказать о своем папе, которого зовут Петр Иванович, который в советское время был военный летчик, офицер. А сейчас я хочу рассказать, что у него получается очень хорошо. Это мои родители, мой папа и мама, Ольга Михайловна и Петр Иванович. Они только что приехали с работы и закупили продукты домой. Это наша бабушка, Анна Ивановна, самый старый член семьи. Да, бабушка? Думает, что ей уже 90, а бабушки еще нету 90. Бабушке еще только 87 лет, молодая. Вот на этом два растения. Вот здесь два. Это китайский финиш. Зизифус, ююба, унаби. Вот прививка. Вот прививка, видишь, этого года. Вот она прививка. И видно, что вот эти плоды совершенно другие, чем внизу. То есть эти крупнее, они будут вкуснее. Возможно, что я полностью дерево перепривью на такие плоды, а может другие добавлю. Мне главное, чтобы они... Есть еще, допустим, другой сорт, который очень вкусный. Вот такие вот, они как олицы. Но он чуть позже идет, видишь? Я его тоже могу туда привить или там на другую. Мне без разницы. Мне главное, допустим, чтобы были вкусные сорта. Крупные, вкусные. Чтобы мелкие. Я все перепривил. Потому что они растут с косточек и бывают разные. Папа, расскажи, вот у тебя еще сливы или яговатые? Ты привил на старые сливы. Я привил на старые сливы. Вон, видно. Вон места прививок видно. Здесь дерево срезано полностью. Здесь не осталось от старого ничего. Здесь была белая просто слива. Там было очень мало плодов. Поэтому я ее привил на другой сорт, яговата. Которая очень крупная. Такая сладкая. Но есть, конечно, деревья, когда я прививаю на один сорт, несколько сорт. Или вот, допустим, абрикосы. Они практически стали непригодными. Вот я на эту грушу взял, в этом году привил другой сорт. Другой сорт несколько, да, привил? Другой сорт груши. А вот это была вообще абрикоса. Вот это вот привито алыча. Вот у нее отличается ствол от вот этой сливы яговаты. Видишь, он отличается. А вообще это ствол абрикосы. Вот до сих пор это была абрикоса. Но она стала плохо плодоносить. Я ее взял, привил, перепривил на сорт яговата, сливы, и на алычу. То есть на разные. Вот здесь тоже половина абрикосы так и осталась. Вот это вот яговата. А вот это вот алыча. Тут сразу три дерева. Слива, алыча. Вот это слива, то алыча. И вот это абрикос. Так что, если что-то не нравится, их просто перестреливать. И все. Вот она, остатки яговаты. Вот был, видишь, привой. В прошлом году была она привита в этом месте. В этом году она дала плоды. Ага. А еще у тебя растут вот эти деревья гинго-белоба. Гинго-белоба это самое редкое в мире растение, которое 200 лет назад нашел французский дипломат в Японии и привез в Европу. Это самый сильный антиоксидант. Он продляет жизнь клетки человека. То есть он удлиняет жизнь, как бы дает дополнительную жизнь человеку. Вот достаточно просто употреблять его листья. Еще по-другому он называется... По-моему, абрикос, голый абрикос или нет? Нет, да. Абрикос, но вот как вот... Я забыл, как он называется, этот абрикос. Название там... Есть у него еще приставка к этому абрикосу. Вот это гинго-белоба. А тут мальчик и девочка должны быть. Они начинают плодоносить через 17 лет. Лист у него раздвоенный. Как бабочка. Да, как бабочка. Вот это вот гинго-белоба. Листья очень жесткие, такие кожистые. Ну, тут хурма, это... Хурма... Хурма растет у нас туда, плодоносит. Это хурма кавказская. Вот это вот. Хурма кавказская. А вот это вот, большим листом, это хурма бердинская. И вон там она еще, понимаешь? Ну, в общем, а здесь вот, вот это, китайский финик, он оказался очень мелким. В этом году я его отрезал. На следующий год я прибуду. И будут здесь только крупные плоды. Да, вот такой толстый ствол, да, и такие уже тоненькие. Нет, ну, а там просто оказались мелкие плоды. Мелкие плоды, не очень вкусные. И на следующий год я его просто перепривью. И там будет несколько хороших тарцов. Вот здесь что? Здесь вот актинидия. Здесь много разных сортов. Актинидия. Очень редкое растение. Пришло с района Малайзии оттуда-сюда в эти. Здесь разные сорта этого. Актинидия? По ягоде видно, они там, ягода там плоская, остроносая, там разные у нее названия. И по вкусу разные? И по вкусу разные. Где-то 15 сортов у нас. И в этом месте у нас растет три сорта лифы. Разные. Значит, одна из них, вот эта самая стройная, называется красноствольная. Вот это вот ствол такой, любой длинный. В общем, эти я не знаю, как они называются. Но все они разные, и по форме, и это мы используем из них цветы для того, чтобы... Американская ежевица, но вот здесь вот можно такая жара в этом году, что вот плоды они еще не созрели. Но они, когда созреют, косточка у них маленькая, они очень вкусные. И вкус у шелковицы у этой необыкновенный, необычный. Абсолютно без кислинки. Вон листья, видно листья очень необычные, очень большие, так сказать. Ну, скажем, мы ее кушаем. И очень крупные плоды, вкуснейшие. Очень вкусные. А это инжир растет, да? Это инжир растет, да. А у него хурма растет. Так, а у него хурма. Вот это хурма. Угу. Я уже забыл. Ага. Это хурма. А это миндаль. Да, это миндаль. А миндаль тоже, кстати, там привито. А на миндале вот это привито что? Слива. Слива. Вот веточка сливы. Да. И плодоноскорад. Это миндаль. На ней были... Да. Жаль, да, плоды уже все съели. Так. Отходи. Я... Вот слива. Там я купил пернослив. Пернослив. Ну, он погибал. Этот пернослив. Я с этого пернослива взял веточку в прошлом году и привил. Вот это вот пернослив. Видишь? Ага, вот перносливка. Вот это привито. Это в обычную сливу привит тернослив. Ага. Я его привил, но он еще не плодоносил, потому что одногодка. Свол должен быть минимум два года. Тогда он будет плодоносчик. На следующий год, возможно, будет плодоносчиком. Это вот сливу я привил тернослив. Просто тернослива у нас не было. А дерево, которое я посадил, оно начало гибнуть весной. Я с него быстренько взял два черенка. Один он в ту абрикосу привил. Там тоже есть. Вон-то абрикоса. А другой в эту сливу. Два черенка привил. Вот он, видишь, уже за год вырос такой большой. А вот это вот, это груша. Ага, вот и сюда. Хорошая груша. Привита в это. А это привирка финика. Китайский финик. Заросло все. Да, заросло. Я хороший крупный сорт привил. Вон, видно, на нем крупные плодики. Крупные плодики уже. Это вот этого года прививка. Она сразу дала плоды. В общем, прививки у нас получаются хорошо. Куда они денутся. Плохо у нас не бывает. Не бывает. Плохо у нас не бывает. Потому что все, что хочешь, я привью на то, что надо. Вот они уже вот крупные плодоносицы. Я имею в виду крупный финик плодоносицы. Хорошие, так сказать, стволы. Хорошие плоды прививаю. Ну, на более такие слабые. Не слабые, а мелкие. Не очень вкусные. Вот они, видно. Видишь, какие крупные. Вот они будут. Я вот такие вот размножаю. Как бы они очень вкусные. А вот тут вот есть вот. Вот это вот я отрезал специально. Чтобы оно дало ростки. На следующий год я вот такое приемлю. И все, понимаешь? То есть я постепенно стараюсь прививать на них хорошие сорта. Вот один из, так сказать, очередных сортов вот привит в этом году. А это дали свежие ростки. Вот эти ростки я привью на следующий год. Вот мелкая, видишь, какая. Но сама маленькая еще не выросла. Но прививка уже работает. Уже хорошие он плоды дает. Видно, что плоды намного больше, чем другие. Вот эти вот я размножаю. Хороший сорт. Вот это вот айва. Айва. На следующий год это будет груша уже. Это однозначно. На айве будет груша, да? Да, айвы будет, будет груша. Просто я на эти два ствола айвы привью грушу. Вот это вот. Хорошие груши. Потому что айва, как бы у нас есть, два дерева айвы вполне достаточно. А вот груш у нас не хватает таких хороших. Да. Так, а вот это, папа, у тебя что? Азимина? Это Азимина. Это мексиканский банан будущий, скажем так. Они очень медленно растут, очень любят воду. Вот, хотя они вот одной посадки, но растут они неравномерно. Вот, одни совсем мелкие, другие побольше. А вон тот самый большой. Ага, там в далеке, да. Да. Прививки, как правило, надеваю кулечки на них, чтобы сохранялась влага внутри прививки. Чтоб не сох сам черенок, который прививаешь, понимаете? Вот, такого в литературе нигде нет. Это я просто придумал это. И понял, что вот это дает стопроцентное практически прививки. То есть прививка проходит стопроцентно. Но сроки у меня прививки совершенно другие. Я прививаю тогда, когда еще никто их не прививает. То есть, если только почка пытается наклевываться, в этот момент я ее прививаю. Другие прививают на два месяца позже. Я, типа, яблоню, грушу прививаю в конце декабря. Ого! Ого! Вот тебе ого! Другие же прививают их. В мае там и туда-сюда. Нет, у меня совершенно другие сроки прививки. Они не понимают просто это растение. А вот финик китайский, я его прививаю на два месяца позже, потому что он спит практически до начала мая. Он спит только в начале мая. Он пробуждается. Почки еще не раскрываются. Они слегка отрезкаются. Вот надо смотреть на почку, как себя ведет почка. И в зависимости от этого делать прививку. То есть, это дело очень тонкое. Чтобы была стопроцентная прививка, сроки могут быть немножко минусы. В зависимости от погоды. Вот у меня эти прививки всюду и везде. Вот она, это в прошлом году была прививка. Это прививка в прошлом году. Это прививка позапрошлого года. Она уже плодоносилась. Поэтому я просто... Это дерево очень хорошие плоды. Но их очень мало. Поэтому я хочу его перепривить на другое, который и плоды хорошие, и плодоносие очень густо. Как облепиха. Понимаешь? Вот часто я их перепрививаю даже не за того, что плохой плод, а потому что его практически нету. Плод прекрасный, но его мало. А вот эта, допустим, она как облепиха. Очень много этих плодов. Вот этот сорт ягават. Два, а то и три. Я им привью дополнительно... На дичку, на эту, да? На эту дичку я привью алычу. Алыча очень крупная, как слива. Вот такая у нас она там на переднем дворе. Вот эта будет желтая, а эта, видишь, вот такая. То есть она будет... Она идет вверх высоко. Эти вот высоко не растут. Ягавата высоко не растет. А та пойдет вверх. Будет мощная и тянуть вверх. Как бы на ней будет держаться. Поэтому для каждого дерева есть свои мысли для того, чтобы его что-то, ну, как говорится, привить. Вот они, видишь, вот они дикари. Вот это вот был дикарь. Я его привил. За год он нам дал больше, чем метра эти. После этого я его отпилил. Это в этом ходу. Теперь вот на следующий год я на эти привью. Хорошие мощные стволы они дают. Поэтому я на них сделаю прививки. А вот это вот еще что? Это тоже пока что это дичка. На следующий год я на нее привью. Будут сделаны очередные прививки. То есть я стараюсь, если какой-то сорт не очень там бывает водоносить, сделать по два-три разных вида на одном дереве. Вот на этой черешне, она вообще красно-черная, можно сказать, черешня. Вот я привил специально для матери вот эта желтая черешня, кусочек. А вот эта черешня изначально от самого корня я привил, и это желтая черешня. Она от сахара хорошо. Это специально для матери, чтобы черешня была желтая. У нас там была, вон, одна. Так я ее размножаю. Вот эта вот желтая, вон там еще одна желтая растет. Размножаю вот эту желтую черешню, потому что она хорошо помогает от сахара. А у матери ты знаешь, что повышенный сахар. Вот здесь вот полутень, это самое любимое место. Полутень. Здесь влага, они так быстро испаряются, которую поливаешь. И влага. Здесь они растут намного быстрее. То есть это такая оранжерея, да? Это вот как бы, да, рассадник. Я здесь выращиваю или актинигию. Я здесь выращиваю. Беру черелки актиниги осенью. И здесь это у меня детсадик для актиниги. И вот озименные у меня здесь. Они примерно одинаковы в том, что они очень любят воду. Очень. Вот видите, я актинигию вот тут вот тоже каждый день поливаю, потому что мочковатые корни, они сверху. И как только солнце, жара, они просто сохнут. У них в самом верхнем слое, вот буквально чуть ковырнет землю, у актиниги, и там корни мочковатые. Ну, как у калины примерно. Ну, конечно, ягода это супер, актинигия. Очень много йода, она очень полезная, много микроэлементов. Вот. Она глисты выводит. У нее шкура немножко ядовита, как у посленок. И она выводит глисты, если есть там вот у детей глисты, или еще что-то. Очень много витаминов и микроэлементов, да? Витамина С много, йода, потом микроэлементов очень много. А еще я хочу рассказать о том, что мой отец мечтал, когда еще служил в армии, мечтал, что как только выйдет на пенсию, говорит, буду рыбачить от души. И всегда мечтал рисовать. Ну, рыбачить у него пока не получается. По разным причинам. Не сильно хочет ехать на рыбалку на данный момент. А вот он увлекся картинами. И это у него хорошо получается. А я хочу вам показать, какие картины он рисует. Он это делает с удовольствием в любое свободное время, как только оно у него появляется. Вот, можно просмотреть. Продолжение следует... Это еще не все. У них в доме все завешано папиными картинами. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok